В сегодняшней подборке мы расскажем вам о турецких сериалах, в которых рассказывается о браке по принуждению, но с оттенком романтики. Во многих странах эта традиция запрещена, но занимает некоторое место в других странах мира. Так что оставайся и смотри видео до конца. Ну а я желаю всем хорошего настроения и перехожу к топу. Открывает сегодняшнюю подборку сериал «Голубка». В главных ролях снялись «Мехмед Али Нураглу», «Алмила Ада», «Нурсель Кюсе». О красоте Зюлю входит легенды, но это не единственное, что привлекает Кенана. Однажды он вытаскивает ее на свет божий, увидев прекрасную девушку и безумно влюбляется в нее, но очень удивляется, узнав, кто она. Оба главных героя имеют темное прошлое. Выясняется, что 15 лет назад было совершено убийство, которое затронуло их семьи. С тех пор две семьи враждуют не на жизнь, а на смерть. Кенан и Зюлюв сталкиваются с тайнами прошлого, они должны раскрыть много загадок. Сможет ли любовь очистить пролившуюся кровь? Как влюбленные будут бороться за свое счастье? Сериал представляет нам историю, полную поворотов и сюрпризов, которые держат зрителя в напряжении. Этот сериал никого не оставит равнодушным. Это жемчужина, которую нельзя пропустить. Если вы являетесь поклонником этого сериала, ставьте лайки и комментируйте. В сериале «Замечательный зять» в главных ролях снялись Бурджу Асберг, Алиерсан Дуру, Никхет Дуру, Эрхан Языджиалу. Молодая девушка Мелике долго мечтала о том, чтобы перебраться жить и работать в Стамбуле. Ее семья переезжает жить в Германию. Они надеются, что у их дочки все очень хорошо складывается, и она живет ни в чем себе не отказывая. Работает самым лучшим журналистом, живет в большом шикарном доме и собирается выходить замуж за турецкого доктора, как и мечтала. На самом деле девушка еле-еле сводит концы с концами. Она прошла очень много кастингов по журналистике. Однажды девушка побежала за кошкой, и ее чуть на машине не сбил Мехмед. Тогда сразу между ними прошла искра. Мелике узнает, что пластический хирург Мехмед Чирохан собирается жениться на начальнице Мелике. Девушка очень скептически относится к этому. Вскоре у Мелике есть очень большая возможность покорить Стамбул. Ей выпадает шанс, о котором так давно мечтала. Мелике получается добыть новость, которая перерастает в скандальную для всей страны. Со временем эта новость очень повлияет и отразится на Мехмеде. Но молодые люди еще не знают, что такие новости шантажа и лжи скрываются за большой любовью, которая и раскроет все карты наружу. В сериале «Изумрудный феникс» в главных ролях снялись Альп Навруз, Джорен Елмас, Хадидже Аслан, Элиф Чакман, Селим Байрактар. Сюжет сериала вращается вокруг Земрют, красивой молодой девушки из бедной семьи. Один из руководителей бизнеса Адиль Бей давно уже влюблен в нее и хочет видеть ее своей женой. Но скромная красавица тянет с ответа, ведь в своем сердце она носит глубокую рану. Зюмруд только недавно потеряла любимого, погибшего в боях на территории Сирии. Молодой человек – это племянник господина Адиля, Сирхад Демиркан. Об этих отношениях не знал никто из их семьи и знакомых, кроме близкой подруги Зюмруд. Стремление ее матери, которой надоела нищета, изо всех сил пытается заставить свою старшую дочь согласиться на этот брак. Но на девушку не действуют никакие уговоры. Однако в итоге она принимает предложение господина Адиля, скоро играет в свадьбу. Но кто же знал, что все закончится именно так? Это стало не единственным потрясением для молодой невесты. Прямо после регистрации свадьбы на торжестве появляется Сирхад, которого все считают погибшим. Молодой человек не может поверить своим глазам, его любимая связала свою жизнь с его дядей. Сирхад вскоре должен сменить свой гнев на совсем другие чувства. Ведь на смертном огре его дядя попросил быть всегда рядом и сумрет, защищать и оберегать ее. Если вам нравятся истории о любви и трагедии, не пропустите этот сериал. В сериале «Чужая» в главных ролях снялись События сериала разворачиваются в Стамбуле. Начало истории главной героини слишком напоминает сказку про Золушку. Эзо – сильная и красивая девушка, которая рано осиротела. Когда любимый человек сделал предложение, она решила, что сбылись все ее мечты. Совместная семейная жизнь молодых оказалась в кругу требовательной и властной свекрови. Все складывалось совершенно не так, как мечтала девушка. Капризная властная свекровь привыкла, что все в ее доме должны подчиняться ее прихотям и приказам, а горячо любимый сын – ее собственность. Молодой супруг – юрист, который много времени проводит на работе. К тому же он вырос в постоянном подчинении матери. Поэтому неудивительно, что главный герой стал маменькин сынком, по всем соглашающимся с матерью. Вечерами свекровь строила поздний и наговаривала на бедную невестку, а сын всему верил. Одна клевета тянула за собой другую. Вот так он постепенно начал охлаждать свои супруги, которые когда-то очень сильно любил. Она, словно брошенная в бездну, осталась одна со своей бедой. Несчастная, одинокая и никому не нужная молодая женщина наконец осознает, что должна сама бороться за собственное счастье, за свое место под солнцем. В первую очередь Эзо решает отомстить свекрови за все зло, что она и причинила. Сюжет сериала очень интересен и цепляет с первой серии. Если вы уже смотрели этот сериал, напишите, пожалуйста, в комментарии отзывы. Сэла «Возвращение домой» В главных ролях снялись Джансу Даре, Мехмед Акиф Алакурт. Что бы вы сделали, если бы вас продал собственный отец? Фильм про девушку по имени Сэла, которая пытается внедриться в другой мир со своими традициями и воспитанием с мудрым для этого возраста подходом. Жизнь Сэлы была нелегкой. Ее семья пережила множество экономических проблем и ее отец в отчаянии. Спустя 16 лет ее отец отправляется на поиски дочери, так как ее мать умирает. Сэла – девушка, которая мечтает, чтобы все традиции и любовь жили в согласии. Но по воле судьбы она попадает в тюремное заключение, а после умудряется сбежать на свободу. В сериале «Маленькая невеста» в главных ролях снялись Гюздэ Муковелад, Кюхкам Шахин, Уфук Сэн, Архан Шимшек. Сериал расскажет о трагедии детских браков в Турции. Ужасные законы турецкого народа подвергают 13-летнюю девочку Зихру огромным испытаниям. Ее выдают в 13-летнем возрасте замуж за инвалида. Ее мать умирает со словами «Ты не моя дочь», чьей же дочерью является Зихра. Почему ее выдали замуж в столь маленьком возрасте? Лишь учительница Милек хочет защитить девочку. Но Милек и Зихра не знают, что их судьбы связаны. «Маленькая невеста» – это сериал, затрагивающий важную и болезненную проблему, сумевший передать последние надежды и борьбы. Этот сериал стоит посмотреть, чтобы лучше понять, с какими проблемами сталкиваются девушки во всем мире. Если вы являетесь подписчиком нашего канала, мы очень благодарны вам за поддержку и внимание к нашему каналу. Обязательно поставьте лайк этому видео и досмотрите его до конца, чтобы ничего не пропустить. Давайте вместе изучать удивительный мир турецкого кино. В сериале «Ты назови» в главных ролях снялись Эркан Мирич, Казал Субаши, Эски Баран. Это интенсивная романтическая драма, которая показывает сложности любви и отношения в сложных ситуациях. Сериал расскажет о молодом человеке по имени Амер, который после ухода матери к другому мужчине имеет испорченное восприятие женщин и считает их опасными и не заслуживающие доверия. Обеспеченная жизнь не может дать ему ощущение полного счастья, поскольку больна любимая младшая сестра Айша. У нее рак мозга и житие осталось не более чем полгода. Айша знает о своем скором уходе и просит брата жениться. Тогда она может быть за него спокойна. Амер решается на фиктивный брак, чтобы сделать свою сестру счастливой перед смертью. Случайная встреча предопределила выбор будущей жены. Зихра Кайя из бедной семьи любит своих родителей, хотя они ей и не родные. Дальнейшее развитие событий заставит полностью изменить молодых людей свои взгляды на жизнь. Сериал демонстрирует талант Турции в создании напряженных и захватывающих драм, которые очень нравятся зрителям по всему миру. Актерская игра впечатляет, что делает их реальными и легкими для зрителя. В сериале номер 309 в главных ролях снялись Деметос Демир, Фуркан Палалы, Сумру Евруджук. Лале, которую бросили перед свадьбой, поставила крест на любви. И все же не отказав маме, которая пытается выдать ее замуж, она соглашается пойти на встречу, организованную мамой, с доктором Анура, но присевший к ее столику совсем другой Анур. Это недоразумение приведет к совсем неожиданным результатам. Сериал исследует множество интересных тем, как семья и любовь, наследство и поиск счастья. Что ж, это был последний сериал сегодняшней подборки. Подписывайтесь, потому что подборок я планирую очень-очень много. Также буду благодарна за комментарий и за лайк, потому что я старалась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До скорой встречи с новым видео.